Доброе время суток, дамы и господа! Юрий Тенман, Картина ТВ, вопросы и ответы, очередной олимпийский выпуск. Сразу скажу, он будет последним. И дело не в том, что мне нечего вам рассказывать. Дело в том, что это теряет смысл. Новые каналы, которые транслируют олимпийские игры, не прибавляются. А я думаю, что я уже достаточно рассказал вам, где и какие каналы эти игры показывают. На всякий случай, для тех, кто только подключился к нашим олимпийским дневникам, еще раз отправлю их к первому и второму выпуску, где я подробно рассказываю, какие каналы что транслируют и как их найти. Дело в том, что новых каналов не добавляется. А сетка вещания олимпийская, она настолько обширная, что заполняет собой весь эфир. 24 часа в сутки практически есть каналы, которые показывают олимпиаду. Они освещают ее очень подробно и даже сами в программы не ставят, что они показывают. Просто пишут олимпийский день и крутят олимпиаду подряд. Это интересно тем, кто следит за всей олимпиадой. Если же вы хотите знать, какие соревнования в какое время показываются, то, наверное, нет смысла мне пересказывать то, что вы можете увидеть сами. Просто наберите программу передач каналов Евроспорт 1, Евроспорт 2 на интернете. Она есть и там подробно написано, какие соревнования в какое время идут. Что же самое касается и Азербайджана и Латвии. Ну, у латвийцев выставлено в программе какие-то наиболее интересные фрагменты, такие как баскетбол, волейбол, гандбол, пляжный волейбол и тому подобное. То же самое делают и другие каналы, когда какие-то уж совсем особо интересные соревнования в виде тенниса или какие-то финалы, они это тоже каким-то образом обозначают. Поэтому с этого дня я больше выходить по олимпийским дневникам не буду. Вы знаете, где что найти. Я вас вывел на правильную дорогу. Дальше смотрите. Единственное, что заставило меня выйти сегодня, чтобы вам это все еще раз сказать, это не олимпийская тематика. Сегодня ответный матч Лиги Чемпионов, который может представлять огромный интерес для тех, кто следит за футболом и в том числе и за украинским футболом. Сегодня Динамо Киев играет ответную игру с партизаном. Это квалификация и победитель этой пары выйдет на глаз Горейнджерс, откуда уже открыта прямая дорога в группы Лиги Чемпионов. Жеребевка которой тоже скоро уже будет. Вот-вот уже скоро мы подойдем к новому сезону. Кстати, как мы будем с этим новым сезоном разбираться, тоже, наверное, мне придется выходить в эфир. Дело в том, что Россия отказалась транслировать по общегосударственным каналам, таким как Матч ТВ, Матч Футбол, бесплатным каналам Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Наций. И поэтому нам придется придумывать, где и как мы будем смотреть. Поверьте, картин ТВ уже работает над этим вопросом. Обязательно мы что-то выдумаем, я вам скажу, где что можно посмотреть. А сегодняшняя трансляция матча «Партизан» и «Динамо Киев» состоится на, как уже вы привыкли, канале 2 плюс 2. Этот канал находится в папке «Украина». Заходите и смотрите как прямую трансляцию, так и запись. Я бы мог рассказать вам про первый матч, какой был счет, игра была очень интересная. Но я не буду этого делать, кто-то, может быть, ее не видел. Учитывая, что у нас архив сохраняется 2 недели, вы можете запросто, как говорится, отмотать назад и посмотреть первую игру, которая состоялась в прошлую среду и неделю назад. И игра эта действительно была хороша, она была в польском Люблине и очень хороший был матч. Посмотрите, не пожалеете. И смотрите уже ответочку, как говорят, в среде футбольных болельщиков. Будем болеть за киевлян. Спасибо всем огромное. Еще раз олимпийского вам настроения, хороших спортивных соревнований, новых рекордов. С вами был Юрий Тенман, картина ТВ «Вопросы и ответы». Встретимся в начале Лиги Чемпионов, когда я узнаю, каким образом и где мы сможем все смотреть. До новых встреч в эфире. Будьте здоровы, берегите себя.